приветствую вас на канале асмады play и так произошел такой казус что видео записалось звук не записался поэтому он новая музыка будет маленечко другая спасибо добрый вечер в эфире компьютерные новости многие из вас думают что если во время загрузки программы windows вот так вот водить курсоров по кругу то программа загрузится быстрее друзья а теперь новости настоящий бум в институтах монголии старенькие компьютеры меняют на электрический и давно пора идем дальше вчера самый быстрый компьютер в мире сбежал из академгородка будьте осторожны друзья все мы прекрасно знаем антивирус касперского но мало кто знает что касперский для звука обнаружения вируса использовал запись реального убийства свиньи а теперь поговорим о том чего никто никогда в жизни не делал никто ни разу в жизни не отправлял отчет о неправильном завершении работы программы в майкрософт вот друзья а теперь поговорим о компьютерах и детях последнее время дети стали очень много проводить времени за компьютерами смотрим сюжет постройка завершена исследование завершено нужно построить зигура жизнь за нерзула ну что еще иди быстро сюда никто не смеет мне приказывать сидишь целыми днями с своим компьютером нормальные ребята футбол играют у нас нет времени для игр мы должны воевать ох дождешься отправить в армию служить я жажду служить бабушка с дедушкой завтра приедут ага армия тьмы на подходе ой было бы возможности наверно в этой комнате в туалет выходил нельзя затворить здесь ты физику сделал исследование завершено математику исследование завершено а химию исследование завершено боже ж ты мой твой отец уважаемый человек в институте работает профессор преподает я получил власть которая и не снилось моему отцу давай собирайся надо на дачу ехать баню будем строить нужно древесина еще надо построить парник нужно построить сиккурат елки-палки правда денег всего 10 тысяч нужно больше золота вот дождешься выпурю тебя как сидорова козла до свершится предначертанное так если сейчас же не перестанешь никаких тебе игр на улицах никаких тебе праздников ничего не будет склоняюсь перед вашей воли ну вот видишь все хорошо все же нормально но и никто не пострадал пострадала только моя гордость надо было так ну что страница 49 друзья детей все надеюсь от экранов убрали мерю кухню грузом ног на плече отметина после ночи на звонок вы мне не ответили я остался неудел ем на кухне принглс просто я не захотел делать кунилингус ну зачем мне языком между ног болтаться не научим не знаком я с оральным танцем я из правильных краев где целуют ножки вы ж суете мне свое только между ножи но нельзя ли ублажить вас иным раскладом ну что вы портите мне жизнь надо дима надо ваша пися не живот я не поцелую я ее и так уж вот пальцами балую гля какие отрастил я ж большой кудесник да и от пальцев затрястись оно ж более интересней но в ответ лишь взгляд укор фразы перебивка и я снова взят рукой в области загривка честь мою спасает спорт посланный как манна через слезы кровь и пот я вырвался с капкана вы ушли под звездный марш треснул даже плитус но не делаю я ваш чертов кунилингус алексей пехов крадущийся в тени глава 1 ночь ночь лучшее время для таких как я я выхожу на улицу когда обычные люди уже давно спят в теплых постелях и даже запоздавшие пьянчуги стараются переночевать в тавернах не решаясь выбираться в непроглядную городскую теме ночь тишина лишь шаги патрулей городской стражи гулким эхом разбиваются о стены старых домов а затем разносятся по темным умершим до утра улицам авендума солдаты идут быстро и торопливо едва ли не в припрыжку самых темных переулках срываясь на бег ребята боятся нарваться на неприятности и я вполне понимаю наших наихрабрейших служителей закона нет они не страшатся людей безумцев набравшихся достаточной наглости чтобы броситься на блюстителей закона ждут тяжелые алебарды они опасаются другого есть иные существа скрывающиеся в тени каменных зданий те кто выползает в это неспокойное время на ночную охоту и сагод помоги страже если эти твари слишком голодны ночная тень является убежищем для всех мирных жителей в страхе прячущихся от опасных людей варюк желающих поскорее почистить кошельки добропорядочных горожан грабителей только и ждущих как бы пустить вход ножи но и демонов разумеется которые живут в этой самой тени и с удовольствием охотятся и на тех и на других и на третьих к счастью с демонами появившимися в городе после того как неназываемый и его многочисленные прихвостни зашевелились после веков покоя в безлюдных землях я ни разу не встречался потому и жив шаги стражников недавно прошедших мимо меня затихли на соседней улице по приказу барона фрагу лантена начальника городской стражи овендума все патрули усилены втрое то что сдерживало неназываемого в безлюдных землях слабеет и он скоро ворвется в наш мир из покрытой вечными снегами ледяной пустыни война близится как бы орден магов и многочисленные жрецы храмов не пытались ее оттянуть это вопрос времени полгода но может быть год и настанет то чем так пугали нас в детстве неназываемый соберет армию придет из-за игл стужи и начнется ужас даже здесь в столице можно нарваться на осмелевших приверженцев неназываемого и я не уверен что дикие сердца у одинокого великана смогут сдержать полчища огров и великанов меня вновь не заметили спасибо ночной тени тень моя подруга моя любовница моя напарница я прячусь в ней я живу с ней и только она всегда готова принять меня спасти от стрел от злобно сверкающих в лунной ночи клинков и кровожадных золотых глаз демонов как говорит добрый жрец агота брат фор тень родная сестра тьмы а тьмы недалеко и до неназываемого полная чушь неназываемый и тень абсолютно разные вещи это все равно что сравнивать огра и великана тень это жизнь свобода деньги власть и репутация уж гарет тень знает об этом не понаслышке тень появляется только тогда когда существуют хотя бы крупицы света так что сравнивать ее с тьмой по меньшей мере глупо но моему старому учителю я естественно этого не говорю яйца курицы не учат тихо так тихо что слышно как мотыльки цепляются хрупкими крылышками за ночную прохладу стража давно прошла мне уже давно пора отправляться по своим делам но я сегодня что-то слишком осторожничаю предчувствие заставляет меня задержаться в укрытии возле стены здания погруженного во мрак на узкой ночной улочки с каменными домами заставшими еще тихие времена не раздавалось никаких подозрительных звуков лишь поскрипывала от слабого ветерка жестяная вывеска над лавкой булочника ленивый серо-желтый ночной туман которым славится наша столица застилал мощенную грубым камнем и избитую телегами мостовую говорят туман фокус какого-то волшебника недоучки из далекого прошлого однако от его невинной шалости все архимаги королевства не могут избавиться и поныне тишина тревожит меня так тихо бывает только в склепе богатея после того как его навестила стая мелких городских воришек скрипит вывеска гуляет ветерок неторопливо плывут облака по ночному небу но я все еще стою слившись тенью здания и стараясь не шевельнуться интуиция и мой житейский опыт заставляют меня вслушиваться в безмолвии ночного города ни одна даже пустынная улица не может быть настолько мертвой в ночи должны быть звуки шуршащие в мусоре крысы храпящий тут же пьяница кармана которого уже успели почистить мелкие воришки прежде чем забиться ночевать в какую-нибудь щель храп из окон седых домов крадущиеся в темноте грязная собака тяжелое дыхание новичка разбойника поджидающего жертву и сжимающего нож в потное отволнение ладони шум в лавках и мастерских даже по ночам в некоторых из них продолжается кропотливая работа ничего этого не было на темной узкой улочки укутанной пеленой тумана ничего кроме тишины мрака и сгущающейся опасности ветерок загулял сильнее загудел в крышах старых зданий и тяжелые серые облака понеслись по небу словно стадо больших пушистых овец беспечный гуляка ветер ласково взъерошил мне волосы но я не посмел накинуть капюшон чья-то требовательная рука удержала меня на месте как бы говоря стой обожди еще не время сагод что же происходит на тихой темные улочки ремесленников словно отвечая на мою молитву славный бог всех воров дал моим ушам больше чуткости шаги торопливые шаги человека который не смог приглушить даже расползающийся серо-желтый накипью туман в соседней выемке расположены в стене здания напротив я заметил мимолетное колебание тьмы кто-то еще решил спрятаться я всмотрелся в чернильную ночь нет показалось слишком волнуюсь в ожидании несуществующих неприятностей старею наверное между тем шаги становились все громче и громче их звук доносился с улицы куда несколько минут назад свернула городская стража я замер и постарался слиться с тенью опасность кружила надо мной ленивым призраком из-за поворота показался мужчина и быстрым шагом переходящим в бег направился в мою сторону дурак или храбрец раз один шастает в темноте скорее всего первое храбрец и долго не живут в нашем мире хотя дураки тоже если они не шуты нашего славного короля какое неотложное дело заставило его выйти на ночную улицу где даже масляные фонари не горят незнакомец приближался высокий хорошо можно сказать богато одетый рука лежит на рукояти приличного меча облака вновь наползли на небо закрыв собой звезды и к полной тьме добавилась тьма кромешная я даже не смог разглядеть лица незнакомца когда он поравнялся со мной хотя он был так близко что если бы я захотел то протянул руку и снял у него с пояса пузатый кошелек но я не мелкий карманник чтобы падать так низко времена бурной молодости давно канули в прошлое дочь ее подсказывала что сейчас не стоит не то что дергаться а даже глубоко дышать в ниши напротив тьма вновь пришла в хаотическое движение вскипая и клубясь черным цветком смерти и я замер леденее от ужаса из тьмы вырвалась тьма приняв обличье крылатого демона с рогатой головой черепом и словно лавина с гор карликов упала на жертву придавив своим внушительным весом человек издал вопль раненой кошки попытался выхватить бесполезный меч но тьма смяла сосала поглотила ночного путника и существо кем бы оно ни было взмыло в небо унося с собой свежее мясо а может и душу угольно-черный силуэт на миг промелькнул перед моими глазами и исчез я медленно сполз по стене стараясь успокоить дыхание сердце колотилось точно бешеные демон не заметил меня хотя я все это время находился прямо напротив но если бы я шевельнулся если бы всего лишь задышал чуть громче это я стал бы его легкой добычей повезло в очередной раз мне очень повезло удача вора женщина капризная в любой миг может отвернуться но пока она со мной я могу заниматься своим ремеслом в темном углу соседнего здания тихо пискнула крыса за ней другая в небе охотясь за припозднившимися июньскими мотыльками пролетела летучая мышь опасность миновала можно продолжать путь я отделился от стены и стараясь держаться наиболее темных участков улицы двинулся дальше быстрым шагом не сдавая сапогами ни единого звука я перебегал от здания к зданию из тени в тень улица пекарей осталась позади я свернул в переулок направо здесь туман был гуще он обнял меня мягкими лапами заглушил шаги скрыл от глаз людей и нелюдей в тени по соседству раздалось шушуканье я замер всматриваясь в серо-желтую мглу грабители молодые поджидают ночного гуляку или готовятся почистить спящих горожан сосунки слишком шумят слишком неопытны опытные чистильщики переговариваются жестами я проскользнул рядом с ними но воришки не заметили меня тень в тени сложно увидеть неопытному глазу возникло дурацкое детское желание выскочить из тумана и громко сказать бу им в лицо но не до шуток нечего пугать молокососов к тому же можно нарваться на нож темный переулок кончился и нависшие мрачные стены домов видавших в этом мире и радости горе резко разошлись в стороны ветер разогнал тучи и небо превратилось в скатерть по которой богатей рассыпал монеты сотни и тысячи звезд замерцали мне этой холодной летней ночью на большой площади грока горели одиночные фонари как никак она была одной из центральных и фонарщиком несмотря на страх приходилось выполнять свою работу пламя закованное в стеклянные колпаки разбрасывала вокруг себя пятна дрожащего света и хаотичные тени молчаливо плясали на стенах угрюмых домов это плохо надеюсь что погонщик ветер снова приведет серых пушистых овец на небо а пока придется держаться тени жмущийся к стенам высоких зданий она стала бледной и пугливой от вездесущего света сам грог безмолвно смотрел на меня всевидящими глазами кажется он был полководцем спасшим наше королевство от нашествия орков или каким-то королевским советником в далекую седую старину но теперь высокий человек в плаще уже которую сотню лет служил лишь бронзовым памятником стоя на тумбе посреди мелкого круглого бассейна а сразу за постаментом находилась цель моей ночной прогулки большой дом окруженный высокой зубчатой стеной сложенный из огромных каменных блоков добытых в горах карликов во времена когда эта раса еще была дружна с нашим королевством по мне так это строение полная безвкусица но кронс герцогу по тину живущему здесь вряд ли интересно мое мнение кузен короля ответственный за казну важная шишка поэтому на его причуды в архитектуре закрывали глаза правда были у его светлости гораздо более серьезные грехи вроде любви к молоденьким мальчиком но об этих маленьких слабостях умные люди старались не распространяться чтобы в один прекрасный день не обнаружить у себя под лопаткой нож король терпел причуды родственничка но по слухам недавно он не досчитался в казне кое-каких деньжат значит в скором времени должны полететь головы так как его величество не очень-то благоволит к людям тратящим государственные деньги на право и налево высокую стену дома с двух сторон подпирали две башни со срезанными вершинами в левой располагались семьярдовые ворота с тяжелыми деревянными створками обитыми листовым железом в них свободно могли бы въехать в ряд четыре всадника но этот парадный вход только для приглашенных гостей и мне лучше не думать о нем я быстро перебежал освещенную площадь и укрылся в тени колон королевской библиотеки место паломничества магов ордена и историков иногда даже дворяне приходили сюда набраться ума хотя чаще всего господа предпочитали отправляться учиться сразу в ранинг город знаний из моего укрытия жилище герцога было как на ладони казалось что дом вымер стражников не видно ни у ворот ни на стенах небось сидят в караулке и стучат зубами я их вполне понимаю сам бы спрятался в своей берлоге если бы не заказ он свалился на меня нежданно негаданно один человечек сделал предложение от которого я не смог отказаться его интересовала некая редкая вещица в коллекции герцога платили отлично и всего то было нужно войти в дом взять безделушку и выйти ничего сложного особенно если учесть что его светлость уехал со свитой охотиться на оленей в пригородные леса и домашней челяди в замке будет крайне мало риск растревожить осиное гнездо конечно велик но когда осы поймут что к чему меня уже давно не будет я внимательно ощупал снаряжение и одежду в которой раз за ночь проверяя взял ли с собой все необходимое чтобы осуществить задуманное темно-серая куртка с капюшоном серые перчатки черные брюки и сапоги большой обоюдоострый нож хорошо зафиксированный на бедре двумя кожаными ремешками чтобы не мешал двигаться в свое время я отдал за него кучу золотых чуть меньше локтя в длину почти короткий меч окантовку лезвия клинка покрывала серебряная полоска и при желании можно было рискнуть и затеей драку даже с восставшим после смерти мне вполне могло повезти в такой схватке и я ушел бы пусть с оторванной рукой но живой этим же ножом а точнее его тяжелой рукоятью можно с легкостью лишить сознание любого попавшего под ноги идиота которому не спится по ночам не тот мастер вор кто режет горло стражи под нитой по тревоге а тот кто бесшумно пришел взял вещь и также тихо ушел оставив после себя как можно меньше следов а следовательно и трупов за спиной у меня висел миниатюрный легкий арбалет свободно помещающийся в одной руке и нисколько не стесняющий движений он стрелял короткими толстыми болтами с четырех зубами стальными наконечниками и при должном умении из этого малыша можно попасть в глаз человеку семидесяти шагов висящий на поясе маленькой мягкой сумки из телячьей кожи лежало несколько пузырьков на самый крайний случай знакомый торговец карлик собрал за них все деньги добытые мной при грабежей на приеме в доме у одного городского повеса однако эффективность магических штучек вполне оправдывала ту цену которую я заплатил все больше тянуть нельзя стараясь все время держаться стены здания библиотеки я устремился к дому герцога если бы кому-то вздумалось посмотреть со стены то он бы увидел только серые камни и туман разорванный ветром играющим в пятнашки с тенями на площади бегом стараясь все время держаться стены здания библиотеки я пронесся по правой стороне дома зубчатая серая стена мелькала перед глазами размытым пятном а вот и маленькая почти неприметная для уличных прохожих серая железная калитка для слуг ведущая в святая святых его светлости как назло напротив горел фонарь и я был словно на ладони сагота свет падал на стену и тени здесь не было абсолютно по счастью улочка оказалась пуста а патруль должен пройти здесь только через пару минут так что успею я извлек из-за пояса набор отмычек сделанных карликами по моему персональному заказу это только рядовые обыватели думают что мастером вором быть легко и дешево вранье чтобы что-нибудь серьезное украсть самое главное снаряжение об опыте и таланте я скромно умолчу так как без него много не наворуешь самозабвенно копаясь отмычкой в дверном замке я постарался нащупать пружину а тихо щелкнуло первый рубеж обороны преодолен тут как назло в начале улочки раздалось цоканье лошадиных копыт и я заработал быстрее щелчок второй секрет я отчаянно вращал отмычкой стараясь нащупать последнюю пружину проклятый замок карликов умеют недомерки делать все время вышло выдернув отмычку из щелкнувшего замка все пружины встали на свои места я бросился на противоположную сторону извилистой улице спасительную тень и вовремя из-за поворота появились всадники двое трое пятеро семеро о тринадцать счастливое число наездники на высоких конях даролийской породы темные силуэты на сером фоне ночи я присел натянул капюшон на лицо и прищурился надеюсь что глаза не блеснули в свете звезд десять воинов были облачены в серо-синие мундиры королевской гвардии одиннадцатый оказался женщиной лицо которой скрывала плотная вуаль двое мужчин ехавших по обе стороны от нее прятали лица под капюшонами плащей когда они проезжали мимо меня одна из лошадей схрапнула и потянулась в мою сторону но стражник дернул поводья и путники двинулись дальше интересно что делают гвардейцы короля и неизвестная дама на ночной улице не мое дело дольше проживу а то найдут гарета тень с перерезанным горлом в холодном море сразу за странной кавалькадой с интервалом в три минуты проскакал еще один отряд одежда на них была обычная они серо-синие зато у замыкающего я заметил на рукаве пурпурную нашивку ого дикие сердца эти-то каким образом оказались так далеко от одинокого великана я подождал пока всадники скроются на другой улице выждал несколько минут и снова направился к калитке двор был тих темен и пустынен в гнездышке герцога горели только два окна на кухне и под крышей съежившийся от ночной прохлады трава полностью глушила мои шаги это июньская ночь оказалась слишком холодна для сверчков так что во внутреннем дворике повисла тяжелая длань тишины вот и дверь на кухню дрожащие робкое пламя факела коптила стену возле входа я мягко повернул бронзовую дверную ручку и оказался внутри однако они тут совсем с ума посходили если не запираются на ночь совсем герцог слуг распустил надеюсь что после сегодняшней ночи и последующего за ней нагоняя они будут более прилежны печи и камины кухни давно остыли на столах было полно грязной посуды а прямо на полу спал маленький поваренок я остановился в уголке и стал сверяться с планом который находился у меня в самом надежном месте в голове вон та дверь приведет меня в обеденный зал с высокой мраморной лестницей ведущий на второй этаж но не стоит рисковать есть обходной путь дубовая дверь справа ведет в крыло слуг из которого я могу попасть на второй этаж минуя охрану правда стражники насколько я знаю эту породу давно спят час поздний но все же нарываться не стоит я аккуратно под ногами скрипел рассохшийся пол двинулся вперед факелы в полутемном коридоре горели через один за дверью слева раздавался храп здорового и довольного жизнью человека это точно стражник только они могут быть столь беззаботны посмеиваясь я двинулся дальше вперед и тихо главное не спешить коридор повернул я проскользнул за угол и столкнулся нос к носу с бородатым увольнем привет сказал я прежде чем он успел опомниться и что есть сил вмазал ему кулаком в живот а когда парень согнулся добавил ребром ладони по шее слава саготу этот дуралей не успел заорать на всякий случай я добавил ему еще немного затем подхватил бесчувственное тело и потащил вперед нечего ему здесь валяться а то найдет еще какой-нибудь лунатик подними тревогу и мне будет ничуть не лучше чем гоблину попавшему в лапы орков держа парня подмышки и осторожно толкнул ближайшую дверь пусто чудесно сунув бесчувственного незнакомца в шкаф и аккуратно вышел к утру оклемается а если умен то еще и будет молчать иначе на него посыпется все шишки отлично я добрался до лестницы ведущий из крыла слуг герцогским апартаментом подняться по ней было делом одной минуты и вот уже передо мной тяжелые дубовые створки двери в крыло герцога естественно заперто но это уже дело техники коридор как и все здание был мрачен и пуст но я увидел что здесь начинается коварный пол из мраморных и силийских плит на которых шаги становились неестественно громкими и звонкими даже глухой на другом конце города услышит а мне нужно было пройти весь коридор до спальни в самом конце проклятие если бы я умел летать но я не умел поэтому пришлось применить все отпущенное мне с аготом мастерство чтобы не шуметь за спиной раздалось угрожающее рычание я вздрогнул замер не донеся ногу до черно-белой мраморной плитки и осторожно повернул голову ожидая увидеть 33 тысячи демонов тьмы к счастью их там не было всего лишь один горинч сверлящий меня безумными белесыми глазами внутренне я похолодел жулик гозма вручая мне заказ ничегошенький не сказал про то что в доме герцога живет такая тварь вот я вляпался горинчи обитали далеко на юге в степях унга вы почти на границе жарким султанатом эти существа великолепные сторожа особенно от таких парней как я добыть живого детеныша горинча непомерно трудно почти невозможно поэтому их цена просто невероятно говорят сокровищницу короля охраняют две такие твари горинч больше всего походил на огромную размером с отъевшего сателенка крысу покрытую змеиной чешуей вместо шерсти великолепным набором зубов способных распилить рыцаря в броне и двумя белыми глазами буркалами убить его если конечно вы не маг крайне сложно фыркнув он вопросительно настороженно уставился во мрак где я изволил спрятаться и мне оставалось лишь молиться саготу чтобы тот защитил своего скромного слугу я потихоньку обливался потом горинч продолжал соображать подумав с минуту зверь еще раз зарычал он чувствовал подвох но не понимал куда я мог деться поэтому пытался меня вспугнуть как же нашел дурака наконец не дождавшись ужина тварь медленной косолапой походкой направилась в сторону открытой двери ведущий в крыло слуг как я понимаю обычно вход в их помещение заперт еще и для того чтобы тварь которую выпускают для охраны этажа никого не съела но я беспечно оставил дверь распахнутой вот будет утром потеха когда кто-то недосчитается парочки стражников я еще раз перевел дух и убрал палец со спускового крючка арбалета пронесло но надо быть на страже тварь в любой момент может вернуться из-под двери спальни герцога выбивался тоненький лучик света странно неужели там кто-то есть я поднес ухо к замочной скважине чушь я верен хозяину раздался резкий визгливый голос герцог какой тьмы он дома они на охоте и верен от этого голоса по моему телу пробежали мурашки в нем не было ни капли жизни могильный холод вперемешку со злой насмешкой странно если это так то почему же король до сих пор не бросил дурацкую затею с рогом это все его проклятая гвардия и алистан маркаус король под присмотром круглые сутки капитан что-то подозревает я не могу поговорить с его величеством наедине мой хозяин не привык когда его приказы не выполняются а я не привык к тому что мне не дают то что уже давно обещали человек сорвался на крик вы подлые лживые ублюдки я больше не желаю иметь с вами никаких дел хорошо сейчас ты получишь свою плату чуть помедлив словно вслушиваясь в только ему понятный приказ произнес мертвый голос постой постой я пошел а за дверью раздалось мерзкое хлюпанье затем что-то упало и хлопнули распахнувшиеся ставни я тихо выругался и осторожно заглянул в спальню герцога огонь в камине тускло трепетал дрожащее пламя не могло светить гигантское помещение спальни и выхватывала лишь отдельные участки но я прекрасно видел застывшего высоком красном кресле герцога потину с искаженным от ужаса лицом и разорванным горлом из рваной раны веселыми толчками ритмично вырывалась кровь на открытом окне я заметил темный крылатый силуэт ночного гостя на миг я встретился с желтыми глазами смотрящими на меня с холодной насмешкой и превосходством самой смерти а затем мой палец сам нажал на спусковой крючок тетива сухо щелкнула и тяжелый арбалетный болт ударил в спину спрыгнувший с окна и уже расправившие крылья твари раздался тупой удар как будто сталь карликов попала не в живое тело а в мокрый ствол дерева существо беззвучно растворилась в ночи по моему его нисколько не расстроил болт в спине пора делать ноги герцога уже ничем не поможешь а если застукают рядом с телом то на меня повесят убийство за подобным преступлением против короны следуют долгие разговоры в пыточных подвалах серых камней я подлетел к полкам схватил нужную мне золотую статуэтку собаки и бегом устремился к двери в начале коридора вновь появился горинч мы увидели друг друга одновременно тварь радостно взревела и огромными скачками ринулась к новоявленному ужину я не останавливаясь закинул арбалет за спину и сунув руку в сумку выудил флакон синий фосфорисцирующий жидкостью в нашем деле главное хладнокровие когда горинчу оставалось до меня пара прыжков я выплеснул флакон прямо в его оскаленную морду физиономию твари окутало синее облачко горинч резко остановился удивленно чихнул а затем напрочь забыв обо мне стал усиленно и ожесточенно тереть морду передними лапами я со всей возможной скоростью пробежал мимо него в душе пожелав мерзкой твари избавиться от волшебной чесотки лет эдак через двести-триста завтра весь город будет бурлить и мне не нужно лишнее внимание миниатюрный дом дворец ныне покойного герцога маячу за моей спиной как только получу деньги на пару месяцев лягу на дно я выполнил заказ и теперь направлялся к себе в берлогу молясь за год у чтобы никого не встретить на обратной дороге глава 2 неожиданные встречи вечерние сумерки упали на оживленный авендум заставляя горожан пошевеливаться люди и нелюди спешили стараясь закончить все дела до наступления ночи поэтому в узеньких тесных кварталах и извилистых улочках портового города горожане торопились провести с пользой каждую минуту перед тем как темнота разгонит их по домам вот суетливо пробежали женщины крепко прижимая к себе корзинки с нераспроданной снедью вот с гиканьем и свистом взметая грязь пронеслась пара молодых в стельку пьяных дворян на горячих конях заставляя прохожих вжиматься в стены и гневно грозить всадником кулаком в спину вот толстый лавочник отвесил подзатыльник мальчишки под мастерью чтобы тот порасторопнее закрывал ставни лавки а не глазел на городских стражников печатающих шаг по грубой каменной мостовой один из солдат бросил на меня хмурый взгляд из-под своего шлема я радостно ему улыбнулся стараясь показать смотри мол какой я вежливый и мирный человек стражник буркнул себе под нос что-то нелицеприятное на мой счет покрепче сжал в кулаке алибарду и направился прочь я ухмыльнулся стража портового города на все закрывает глаза даже на человека из-под плаща которого выпирают очертания арбалета оружие если честно обычным гражданам в черте города запрещенного обрати на меня внимание охрана города внутреннего и я бы обычной улыбочкой не отделался минимум две золотые монеты чтобы служители порядка и справедливости забыли мое лицо до следующей встречи я тут все говорю внутренний город портовый город все эти названия сможет понять только житель авендума протянувшего щупальца улицы кварталов на огромную площадь так уж исторически сложилось что столица возникла на берегу холодного моря на севере королевства валиостер с высоты полета дракона город похож на огромный треугольник своим основанием он упирается свинцово-серое и суровое холодное море две другие страны обнесены высокой угрюмой стеной в которой через равные промежутки стоят мощные сторожевые башни имеется восемь городских ворот на двух сторонах треугольника по 4 а с моря город закрыт от врага мощным фортом в котором поставлены пушки извечных врагов карликов гномов гномом не очень-то нравится море но любовь к золото у них оказалось сильнее чем не любовь к соленой воде и теперь форт надежно защищает авендум с моря и миронуэхцы уже не решаются напасть на своих корытах на вооруженную пушками серую громадину говорят в трех штурмах столицы которые случались за последние триста лет ни одни ворота еще ни разу не пали вот только неизвестно что будет если армия неназываемого расправляющая плечи и выходящие из многовекового самозаточения в безлюдных землях попробуй сейчас нашу столицу на свой огорский и великанский зуб да и ребятки израчего герцогства сидеть тихо не станут и помогут в этом нашим врагам обязательно ну что ж поживем увидим я никуда не спешу хотя некоторые особо азартные и ненормальные уже делают ставки сколько створок и как долго устоит перед силой великанов тундры и холодной яростью снежных огров возле внешней стены раскинулся пригород сотни маленьких домиков из дерева и камня в которых ютятся те кому не хватило места в столице или у кого просто нет денег и возможности в ней поселиться сразу за воротами начинаются дома горожан со средним достатком или внешний город а уже за ним расположен внутренний город он обнесен дополнительной стеной мне пару раз приходилось перелезать через нее когда особенно ретивый патруль решал устроить старине гаррету проверку в беге внутренний город это сплошь дома аристократов больших шишек и магов в нем есть чем поживиться но вероятность влипнуть в историю тоже велика именно здесь находится дворец короля со стороны моря во внутренний город врезаются город ремесленников и кварталы магов лавки кузницы дубильни пекарни магические магазинчики библиотеки храмы божеств и так далее возле самой кромки моря находится портовый город здесь расположен порт куда приходят корабли со всего света также в этой части столицы есть улицы куда не рекомендуется ходить без кольчуги и надежной охраны особенно по ночам то что я рассказываю это лишь малая часть капля вина в море грязи потому как в нашей столице еще сотня кварталов и мест в одних живут только чародеи в других карлики которые не рассорились с людьми после того как мы заключили пакт с гномами есть также закрытая территория или запретная или пятно как ее еще называют район обнесенной высокой стеной пронизанной защитной магией никто не знает что в нем происходит примыкающая к портовому городу запретная территория появилась около трехсот лет назад в результате проклятия маги королевства не смогли с ним справиться и поняв что все их хваленые огненные шары и прочие благанные мишура никак не действуют на черное шаманство волшебники взяли и отгородили проклятую часть города от других районов стеной ходили слухи о страшных существах обитающих в запретной части но смельчаков решившихся проверить эти рассказы не находилось по крайней мере я таких не слышал ладно хватит если я начну перечислять все достопримечательности любимого города то времени мне и до ночи не хватит из боковой улочки вынурнули направляясь в мою сторону две тени у одной в руке блеснул металл совсем мелкая варью обнаглела уже грабят в сумерках я остановился и повернулся к ним лицом тени замешкались и одна та что была без ножа выйдя на свет виновата развела руками прости гарет произнес едва знакомый мне по ножу и топору тощий субъект не узнали богатым значит не быть как можно более хмуро произнес я и театральным жестом потянулся под плащ к арбалету несостоявшийся грабитель нервно сглотнул еще раз извинился и скрылся в подворотне вместе со своим напарником искать более слабую жертву я продолжил путь по портовому городу пряча улыбку репутация все же хорошая штука все не дружащие с законом граждане овендума знают гар это тень и даже если не видели то хотя бы слышали о нем после того как я прострелил ноги парочки уж очень ретивых любителей дармовых деньжат грабить меня опасаются хотя не исключено что смельчак решивший заработать себе имя на моем ограблении рано или поздно найдется поэтому надо всегда быть начеку я остановился возле старого и ничем не примечательного здания таких в портовом городе полно единственное чем оно отличалось от многих подобных это вывеской нож и топор огромных размеров жестяной нож и топор висели тут же и полагаю даже тупому доролистцу было понятно кто собирается в этом заведении я толкнул деревянную дверь и погрузился в людской шум и гамм трактир в котором нашли приют мошенники и воры столицы в отличие от других заведений будет работать всю ночь старый госма владелец этого клоповника знают как зарабатывать денежки я кивнул двум вышибалом стоящим возле входа с дубинками на перевес и пошел к стойке лавируя между столами и стараясь проскользнуть как можно незаметнее не привлекая внимание посетителей некоторые личности бросали мне вслед злые взгляды за моей спиной раздавались шепотки мир несовершенен в нем полно завистников и тех кому мне довелось перебежать дорогу пускай бормочут дальше шепота за спиной все равно не отважится пойти наконец я пробрался между столами и кивнул госма который сегодня самолично стоял за стойкой сутулый старый прохиндей любивший раньше прогуляться по ночам в дома богатеньких жителей вендума теперь остепенился и открыл такое вот заведение где относительно спокойно могли себя чувствовать не самые порядочные и чистые на руку личности тут ребята моей профессии отдыхали искали новую работенку покупателей и заказчиков хитрюга госма не только создал отличное место для сбора всех работников ночи но и нашел великолепный способ заработать деньжат а гарет сердечно поприветствовал он меня глазма всегда был рад клиентам издержки новой профессии давненько тебя не видел сто лет не навещал старика дела дела произнес я толкая через стойку в руку сутулого трактирщика сверток со статуэткой госма был хорошим наводчиком и именно он подкинул мне заказ на путешествие в усадьбу ныне покойного герцога патины трактирщик ловко поймал сверток и также незаметно как и я отправил мне в руку кошелек с обещанными двадцатью золотыми товар тут же схватил один из разносчиков трактирщика и сунув его в грязную холщовую сумку понес заказчику я отчитал из полученного пять монет за что я тебя люблю мой мальчик это за то что ты всегда расплачиваешься с долгами весело произнес старый прохиндей и я поморщился ворую я конечно чужие вещи но вот расплачиваться с наводчиками приходится своим золотом полученным за продажу этих вещей не то чтобы я был скрягой но остаться вместо двадцати золотых с пятнадцатью все же обидно однако я задолжал старому мошеннику за прошлое дело так что он вполне справедливо снял с причитающуюся сумму ты слыхал что милорд патино нежданно-негаданно помер два дня назад как бы невзначай спросил госма протирая пивные кружки моё хмурое лицо он словно бы и не замечал да я выразил свое искреннее удивление столь нежданной кончины вполне здорового герцога на котором могли бы пахать все крестьяне вали остро и за горе вместе взятые госма это удивление ни капли не обманула но он все так же продолжал протирать кружки будто ничего не понял да да его нашли с разорванным горлом а горинч охранявший его богатство чесался и не обращал никакого внимания на людей правда изымился я кто бы мог подумать что там был горинч мне вот лично о нем никто не говорил трактирщик пропустил мой упрек мимо ушей он умел прикидываться абсолютно глухим и надо сказать временами это у него великолепно получалось тебе как всегда спросил он да мой стол свободен госма кивнул и я направился мимо оживленно вопящих что-то пьяных аферистов мимо поющий на сцене полуголой девицы в дальний угол зала сел спиной к стене и лицом ко входу в заведение что поделать привычка выработанная годами сразу как по волшебству передо мной появилась кружка портера и тарелка с мясом что уж говорить у повара госма иногда случались просветления и тогда он готовил ничуть не уступая ребятам с кухонь аристократии все это принесла очаровательная служаночка которая весело мне подмигнула но увидев мою вечно хмурую физиономию фыркнула и удалилась на кухню сердито виляя пятой точкой и срывая восхищенные взгляды сидящих за соседними столами жуликов однако мне было не до ее неоспоримых прелестей город бурлит пора нырять на дно на 15 золотых крестьянин мог безбедно существовать чуть ли не целый год но для меня эта сумма была не очень большой а с работой в ближайшие месяцы следовало завязать не ровен час все же кто-нибудь свяжет смерть герцога и пропажу статуэтки и вот тогда начнется охота по всему овен дому за всеми ворами и меня могут для довеска загрести если поймают конечно в способностях подчиненных фрагу лантена я сомневался я вообще был не самого хорошего мнения о страже не успел я отхлебнуть из кружки густого пива как передо мной вырос тощий бледный субъект и не церемонясь сел на свободный стул напротив лично я этого парня видел впервые тип мне не понравился сразу его бледности худоба наводили на мысль о том что он вампир но я конечно же ошибался вампиров не существует незваный гость был человеком и судя по всему очень опасным ни одного ненужного или лишнего движения холодный оценивающий взгляд я не первый год на улице насмотрелся на таких я даже хотел потянуться за арбалетом но раздумал мало ли что может он просто решил поговорить о погоде я разве кого-то приглашал спросил я как можно безразличнее но от незваного гостя не укрылось мое мимолетное напряжение и он криво ухмыльнулся ты гарет все может быть и я пожал плечами и глотнул пиво меня просили тебе кое-что передать неужели деньги как можно искреннее удивился я да нет бледный не собирался вступать в словесную перепалку я должен передать тебе что маркун недоволен с каких это пор наемные убийцы передают сообщение главы гильдии воров резко спросил я ставя на стол кружку или гильдия убийц успела снюхаться с гильдии ночного братства это не твое дело гарет бледного ничуть не покоробило что я догадался кто он такой маркун последний раз предлагает тебе вступить в гильдию и платить взносы эх гильдии гильдии король закрывает глаза на гильдию воров и на гильдию убийц до поры до времени официальные власти не трогают эти сомнительные организации пока те не зарываются и платят налоги и надо сказать в казну отчисляются огромные деньжищи чуть ли не половина заработанных ночным братством денег потому я и не в гильдии зачем кому-то дарить золотые заработанные почти что честным трудом мне жаль его огорчать я как можно гадливее ухмыльнулся гарет тень мастер вор о котором в овен доме ходят легенды и который ни разу не попадался стражи не хочет вступать в гильдию я свободный охотник и марку ну ничего не должен он и так захапал под себя всех жуликов овен дома не собираюсь подчиняться разжиревшему карманнику хорошо бледный нисколько не расстроился от моего отказа и все так же безразлично смотрел мне в глаза это твое последнее слово я кивнул показывая что разговор исчерпан и тут же расслышал сквозь шум и гомон заведения тихий щелчок взводимой пружины убийца опустил руки под стол это произошло столь быстро что я даже не успел заметить этого движения бледный и вправду оказался настоящим профи да скряга маркун в этот раз не на шутку расщедрился если нанял такого как ты я расслабился и постарался не делать резких движений рыпаться не стоило тем более не знаю что там у него под столом такой же арбалет как у меня или еще что похуже ты прости гарет произнес бледный хотя я не верил что этого парня мучает совесть ничего личного это всего лишь работа ты понимаешь ты видно глупец если собираешься отправить меня к саготу в заведение госма ну что ты ты просто вдруг окажешься пьян и я как твой лучший друг помогу тебе выйти прогуляться на свежем воздухе значит я я жался ожидая удара тьма как нелепо я попался но как всегда милая удача кинула кости и мне выпали шестерки во всем ножей топоре наступила оглушающая тишина замолкла певичка стих пьяный хохот и оживленные разговоры настоящее кладбище и госма на нем главный покойник я посмотрел на входную дверь и наверное мои глаза стали квадратными от удивления раз даже такой профессионал как бледный сделал то чего никак нельзя делать опытному убийцы забыв обо мне он обернулся решив посмотреть что же там произошло у входа в трактир стояла городская стража крепко сжимая в руках алебарды и арбалеты и ни у кого не вызывало сомнений ребята готовы пустить их вход если где-нибудь сверкнет нож было видно что это не портовые драма еды а воины внутреннего города слишком откормленные и холеные таким палец в рот не клади и даже вышибал и маму которых можно было уличить в связи с троллями отошли в сторону пропуская незваных гостей в святая святых воровского мира должно было случиться нечто очень важное если стражники которым госма регулярно отстегивал чтобы они не замечали его маленького заведения и публики которая в нем обитает пришли сюда впереди оранжево-черный аравы стоял никто иной как начальник городской стражи барон фраго лантен его взгляд близоруко ощупывал замолчавший зал и наконец вцепился в меня барон кивнул самому себе и направился прямо ко мне вина бухнул он проходя мимо побледневшего госма который наконец-то оставил и так чистые кружки в покое сию минуту ваша милость все самое лучшее заявил трактирщик немного отойдя от потрясения не каждый день такой человек посещает скромные воровские крысятники тут же засуетились служанки гомон возобновился но чувствовалось что в зале повисла тяжелая длань напряжения и внимание девица снова запела что-то дрожащим голоском косясь на барона десятки глаз следили за идущим к моему столику низеньким человеком который мог в любое время засунуть каждого кто не хочет жить по закону в серые камни самую суровую и страшную тюрьму северных королевств несколько человек не выдержали и потянулись к выходу стража им не препятствовала не радуйся раньше времени прошипел бледный незаметно убирая что-то себе под плащ у меня еще будет возможность для долгого разговора с тобой гарет смотри не уколись сихедничал я но бледный уже исчез растворившись в полумраке как будто его и не было я тихо выдохнул и вытер вспотевшие ладони гарет спросил барон останавливаясь передо мной я внимательно посмотрел на низенького желестого человека форме стража вендума его камзол был намного богаче чем у рядового воина на мой вкус излишне много